Всем привет! Сегодня я буду делать личинку Петра Музона. Я, конечно, предполагаю, что я уже всех задолбал своими рыбами, собаками, всякими гениталиями их ними, анусами, клаками и всякой фигней, что мне, ну, просто по факту я сейчас этим занимаюсь. Но, чтобы это как-то разнообразить, эту личинку Петра Музона, я буду делать другим способом, нежели в прошлом уроке показывал, как я там всякие гениталии лепил. Так, я ее постараюсь сделать одним цельным объектом и как бы вот в Максе сделаю немножко скульптинг. А потом, чего это придумаю, как-то разграничу, это все переведу в нормальный полигонаж, может быть, в Избраши, а может быть, как-то по-другому. В общем, немножко что-то другое покажу. Так, ладно, короче, отправляем эту картинку в Макс. Создаем там плен, набрасываем на нее эту текстуру. Так, растягивая ее так, чтобы она была приблизительно похожа на правду. Так, и сделаем следующее. Пока еще дело в фотошопе все моментально. Так, сейчас сделаем размер вменяемый, то есть нажимая C, растягивая приблизительно до квадратного, приблизительно до квадратного размера. Чего там у нас еще быстренько покупаем. Вот этот цвет. Создаю еще один слой снизу и закрашиваю этим цветом. Ну, это так, просто для красоты, не обязательно все это делать. Как правило, я форму, фон всегда делаю чуть-чуть серенький, не белый, потому что в Максе нихрена не видно потом. Так, и нам нужно создать из этого всего image size. Так, ух ты ж, ешкин. Кот. Так, из какого мы пойдем? Тут что ли? 512. Маловасто, конечно, это реально мало. Тогда сделаем так. Image size не имеет значения. В общем, сейчас я делаю содержанием shift абсолютно квадратное выделение. Вот. Потом сделаем crop. И теперь сделаем image size. Блин, один раз переставил когда-то на проценты. И постоянно оно у меня теперь здесь стоит. Так. 1024 на 1024. На 1024. Да не надо, побольше будет. 2,48 на 2,48. Я понимаю, что растягивая картинку из маленького в большой, я из этого качества не получу хорошего. Но я могу потом немножко здесь сам уже разукрасить его. Если мне это пригодится. Это у меня заранее уже будет картинка большая. Так, теперь я еще раз пересохраняю ее как текстурку. И смотрю, чего я там в максе у меня получилось. Получилось, понятное дело, немножко она у меня вот такая. Поэтому подравниваю. Все. Теперь данный план. Если я переведу его, нажимаю в 4 и увижу сколько полигонаж. Мне нужно добавить дофигища, дофигища полигонщиков. Вот так вот. Ну, можно и побольше, но пока хватит. Пока хватит. Все. Я его перевожу в поле. Конверт уедит и был в поле. И нажимаю в 4, чтобы эта дрянь мне не мешала эти полигоны смотреть. Теперь вот этим вот пушом я попробую все это выдавливать. Например. Так, уменьшаем значение кисти, удерживая shift и control. А степень давления удерживая alt и shift. То есть я пока степень давления небольшой сделаю. А вот эту вот штуку уменьшу до размера вот этой дряни. Или еще меньше. Так. Сейчас я проведу. Посмотрим, чего и тут получилось у меня. Наши хрена не видно, но немножко можно заметить, что выпучивается. Выпучивается. Хотя, если я поставлю вот здесь high quality, возможно, я увижу где-то хоть какие-то тени. Так. Ну, это понятно. Ага, я вот так немножко, если фейсы поставлю. Да, вот так я хотя бы вижу. Пока временно поставлю во viewport вот это значение видеть фейсы. Ну, то есть вот эти вот полигончики. И тогда, когда я буду проводить вот так вот, то есть скульптировать эту дрянь. То я хотя бы буду что-то видеть. Так. Ну, иногда поворачивать, конечно. Так. Если удерживать shift, то я буду как бы выполнять зебрашевское понятие сглаживания. Как-то что-то нафига мотил не очень красиво, то можно сгладить, удерживая shift. Так. Ну, ладно. Так. Теперь, что у нас еще объемное? Вот это какой-то пузырь. Теперь вот эта вот часть, это по всей видимости мне нужно вминать внутрь. Поэтому берем тот же push, но удерживая alt, мы, получается, можем его вминать внутрь. Или вот этим инструментом можно это дело даже усилить, если покажется недостаточно. Так. Усилили. Так, значит, закончили пока преждевременно по вот этому полигонажу. Теперь можно сделать небольшой смуз. Вот такой я включу. То есть добавилось сейчас еще столько же полигонов. Переведу его в поле. И, соответственно, я могу немножко фантазировать больше. Хотя, можно еще включить смуз. Так. И посмотрим. Ага, у меня тут немножко наоборот. Вот эти вот ребра какие-то, не знаю, что это за похожие вещи на ребра. Они у меня, конечно, должны быть чуть ко мне ближе. А у меня на самом деле наоборот. Ну, ничего. Попробуем это исправить. Так. С удержанием альта мне надо вот это продавить дальше. И я вижу, что у меня очень большое влияние этой кисти. Поэтому я ее сейчас, альт-шифт удерживая, уменьшу. Вот так где-то. Так. И получается, между вот этих вот ребрышек я проведу еще ямки. Так. Также я могу взять вот этот интересный элемент и немножко заострить какие-то моменты. По-моему, в ребраше это пинч называется. А, здесь тоже. Так. Хорошо. Ладно, идем дальше. Так, уменьшим эти. Сделаем тут такие выпуклости. Пройдемся тут. Пройдемся там. Пройдемся сям. В общем, наворотим побольше разных вкусностей. Так. Вот здесь я вижу в этой штуке явную. Так, что получается. Нет. Не очень красиво. Попробую я просто сделать наоборот. Внутрь. Так, уменьшим. И будем внутрь закатывать вот это вот дело. Так будет поправильнее. Так, пройдемся по всей. Редактор субтитров, который я сказал. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова так значит сделал я вот такую вот заготовочку теперь я отодвину назад немножко эту всю картинку и отрежу лишнее очень много полигонов я беру сплайн и проведу конкретно вот у краешку после этого значит у меня получился сплайн ну то есть один плен на полигональный и сплайн выделяю плен захожу в Compound Subject и Shape Merge нажимаю Big Shape выделяю на сплайн сейчас он внедрится туда вот можно понадобиться какое-то время поскольку там много полигонов может даже компьютер зависнуть при этом всякое может быть сейчас он туда просчитается порежет все полигоны и станет там на свое место после чего если сразу перевести в editable поле и выделить полигоны или там элементы я не помню что то то что сплайн сейчас обрежет будет выделено это нам поможет автоматически сделать инвертирование и удалить лишнее так внедрился переводим его в поле так и короче удалил я остальные которые остались по бокам у меня получилась эта штуковина только та которая нужна так фейс отключим и отправим зипбраш где сделаем ретопологию так пошли на импорт нашли наш объект так что там блин предлагает не разбираясь я запрашиваю сильно чего это классно так вот она вот такая вот штуковина получилась у меня значит я сделаю еще добавлю полигончик вот так слегонца и пользуясь по старой памяти что там у меня происходит я даю моих немножко кое-что усилю так здесь немного и опять же здесь есть пинч который само собой сделает интересные моменты ух ты сильно интенсивно так вот так вот сделаем тут вот здесь пожалуй надо сгладить пинчать сильно уж остро там я их наворачил есть такой здесь по сгладим есть тут еще такой в данном случае не канает да этот более-менее так и сглаживаем но зато более-менее обрисовался этот момент получше но зато более-менее в общем особо я тут ничего так сильно изгаляться не буду потому что а не знаю я ZBrush хорошо я тут больше туплю блин чем что-нибудь толковое в нем делаю ну и надо признаться не в обиду будет сказано всем ZBrush все-таки программа марсианская я имею ввиду управление ею то есть если сидеть в ней часами и днями когда уже ты научился все до автоматизма делать это да но вот когда ты в ней редко ну вот интеллектуально интуитивно вернее понять даже как в ней управлять чем повернуть объект или что-то это просто жесть так ладно теперь мы еще тут подглажу и буду делать ретопологию я вставил флешку можно пытаться смотреть фильмы в следующий раз в следующий раз giờ мы пошли до Ютубология. Готово. сохранять так и его же открою уже здесь так это на всякий случай изменю имя не хочу я ее и не нужно удалять так эта штука намного меньше имеет полигонов ниже лета сейчас я сделаю ей такую интересную штуку и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...